В Астане начал работу международный бизнес-форум с участием официальных лиц деловых кругов разных стран. Участники планируют обсудить инвестиционный потенциал Казахстана и механизмы противодействия коррупции. Моя коллега Зарина Бесембина уже находится там и готова выйти на прямую связь со студией. Зарина, здравствуйте. Расскажите, в каком формате проходит встреча бизнесменов и чего ждут организаторы форума? Доброе утро, Альфия. Буквально полчаса назад форум инвесторов начал работу здесь, в Астане. На нем эксперты планируют обсудить вопросы создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, защиты прав инвесторов, а также противодействия коррупции. Отмечу, форум собрал достойный список авторитетных бизнесменов и официальных лиц Казахстана. С приветственным словом к участникам обратились председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпикбаев, а также министр по инвестициям и развитию Женис Касимбек. Как стало известно, сегодня на форуме будет подписан меморандум по совершенствованию инвестиционного климата в Казахстане. Что это за документ, узнаем у заместителя директора департамента антикоррупционной политики Дидара Смогулова. Здравствуйте. Расскажите подробнее о документе. Доброе утро. Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции были смоделированы определенные ситуации и были изучены процессы того, как сегодня инвесторы могут обращаться в государственный орган с теми иными предложениями либо жалобами. И в ходе изучения было определено, что эти процедуры достаточно забюрократизированы. То есть им необходимо обращаться сначала в одно министерство, это министерство, рассмотрев обращение в рамках своих компетенций, направляет дальше в другой государственный орган. И в целом это создает, скажем так, не лучшие условия для взаимодействия. И с целью устранения этого недостатка нами были достигнуты договоренности с Министерством по инвестициям и развитию, а также иностранных дел с целью заключения какого-то документа, то есть меморандума, чтобы определить, максимально облегчить вот эти процедуры по взаимодействию инвесторов с государственными органами. То есть сейчас мы хотим максимально сократить сроки рассмотрения обращения инвесторов, максимально сократить сроки ответов на них, на их предложения. То есть показать, что государство сегодня открыто для инвесторов и готово рассматривать все их предложения. Также одной из особенностей, даже ноу-хау, я бы сказал, что данный меморандум предваряет собой открытие и функционирование на территории Казахстана проектного офиса по взаимодействию. Расскажите поподробнее. В рамках проектного менеджмента, это такой современный тренд, и сегодня государственное управление Казахстана активно его использует, будет создан проектный офис, в состав которого войдут представители уполномоченных органов. Это сотрудники специально будут освобождены от основных обязанностей и будут заниматься непосредственно вопросами взаимодействия с инвесторами. То есть они будут максимально сервис-ориентированы, они хорошо знают законодательство и смогут в кратчайшие сроки решать эти вопросы. То есть здесь в рамках межведомственного взаимодействия мы можем максимально сократить сроки рассмотрения обращений у инвесторов. Когда начнет работать? Я думаю, сегодня, после подписания меморандума, мы уже начнем обсуждать детали. То есть меморандум, он включает в себя концептуальные основы создания и функционирования данного проектного офиса. Совместно с коллегами мы разработаем устав, и в ближайшее время, я думаю, мы сообщим средствам массовой информации о том, когда, где и с чьим участием будет презентация данного проекта. Спасибо вам большое за комментарий. Я напомню, что мы сейчас находимся на инвестиционном форуме в Астане. Работа здесь продолжится вплоть до обеда. Мы будем следить за развитием событий. В следующих эфирах расскажем более подробную информацию. Альфия, вам слово. Да, Зарина, спасибо. Напомню, на прямой связи со студией была Зарина Бесемби. Наша съемочная группа находится на международном бизнес-форуме, который проходит сегодня в Астане.